приветствую всех на моем канале сегодня уже 7 ноября я хочу вас познакомить со своими хризантемами теперь хочу поближе показать вам те сорта которые у него есть название их я конечно не знаю но может быть кто-то из вас подскажет хотя многие сорта похожи один на другой и ну гадать не стоит вот такой у меня есть желтый очень пышненький красивый я считал что это мультифлора но он вы вытянулся очень длинные веточки вот такие видите сантиметров по 50 точно возможно это из-за условий выращивания вот в такой маленькой таре ну и в тесноте они у меня стояли в общем придется мне еще на один год их как бы на испытание вот следующий весной я уже буду высаживать себе в сад между розами посмотрела ролики многих блогеров как красиво это смотрится между розами посажу вместо питунья и вот мультифлору вот эти вот точно я знаю что низкорослые у меня вот эти вот розовые они бы были шариком просто им не позволило вот это вот емкость в которой они растут вот я покажу вот он кустик кустица много веточек но стоят в одном ящике конечно они не раскустятся у мультифлоры такое свойство что значит если прикоснется она не будет расти в ту сторону вот ну вот такие у меня расцветки вот желтая очень махровая красивая дальше идет вот такой очень интересный цветочек вот любой из этих цветов будет прекрасно смотреться в букете тоже и в саду вот такой вот как подсолнушек середочка с такими короткими лепесточками окантовка длинный лепесток очень красивый нежный цвет такой сиреневатый розово-сиреневый очень мне нравится вот ну вот есть такая вот бледно розовенькая вот такая тоже только начинает свести вот и по срокам я не знаю кто когда цветет вот как получилось так и получилось вот такая очень красивая ярко-розовая ближе к малиновому тоже очень пышненькая круглые лепесточки очень красивая такая же белая вот очень нежненькая белая желтой середочкой когда распускается еще когда не распущены вот такие вот вот желтенькая тоже в виде подсолнушка в серединке лепесточек короткий а по краю окантовочка длинные лепесточки симпатично смотрится вот здесь распускается только-только какая-то такая сиреневая вернее розовая но с насыщенной середочкой нету распущенного цветочка поэтому не знаю как еще выглядит в прошлом году это были я расскажу историю возникновения этих черенков у меня ну как бы не было мне цветочка я уже не помню какой вот такой вот лайм беленький зеленый прям середочкой уже я вижу что это лаймовый цвет такой красивый вот вот такая вот коралловая распустилась очень красивый я думаю в букете она будет красиво смотреться вот она у меня на длинном стебле вот такая часа подниму вот длинный стебель сантиметров 50 и много-много поросли такой сорт и вот такая вот еще лимонная яркая лимонная она отличается от тех желтеньких вот такой цвет и есть у меня еще не распустившиеся вот их не тоже предстоит опознать сфотографировать описать вот такие вот уже видно что что-то розоватенькое будет но как это будет выглядеть я не распустилась еще одна расцветочка вот такая терракотовая и вот здесь еще назревают еще какие-то но пока еще не расцвели будем ждать а сейчас я покажу какие у меня есть хризантемы относящиеся к индийским то есть это крупноголовые веточные знаю вот такие у меня хризантем ки есть всего получилось 10 расцветок я посчитала вот уже распустившихся вот и как появились у меня эти хризантемы некоторые из них я приобретала например вот эти вот как я сказала я восемнадцатом году купила у блогера из брянска у людмилы череночки белая розовая и вот это вот желтая ну вот с тех пор они как бы у меня сохраняются а вот эти черенки я на рынке раздобыла ну например веточки у оптовиков обламываются я попросила просто собирать веточки обломанные им не жалко все равно на выброс а я таким образом вот заимела все эти сорта высоких они не продавали у них все в горшках были мультифлоры вот прям шариком сформированным кашпо такие этим подвесные вот поэтому я считаю что все это мультифлора но у меня она повела вот немножко себя иначе буду наблюдать и буду смотреть что это будет у меня что вырастет значит когда я их черенковала ну понятно что я черенковал их летом воткнула и они у меня были а теперь я буду черенковать вот прям сейчас смотрите пока здесь хороший курсы вот все вот эти зеленые веточки вот пригодны к черенкованию что это получится вот с этими двумя значит белый вот этот у меня с 18 года и желтенький что я делала с ними осенью значит девятнадцатого года я начеренковала их они у меня тоже были уже как бы разросшиеся начеренковала их вот в это время зеленые массы здесь видите большая все это пойдет на черенки и они у меня всю зиму укоренялись ну разрастались если это можно сказать потому что места мало вот но одним словом выглядели они предположим вот так покороче может быть до весной и уже тоже был цветочек расцветший я их продавала по 100 рублей вот это мне очень понравилось не надо искать место особенно много человек видит да что вот такой цветок такого цвета объясняю вот поросль идет кустик разрастется у вас шариком я думаю что вот если я продавала в мае например там одна две веточки вот такие вот да они вполне разрослись если их посадили весной пусть даже в июне летом их посадили в грунт уже с одним цветочком то они вполне развились вот к сентябрю в хорошие шары то есть это лучший способ продажи и в этом году я буду то же самое проделывать вот со всеми этими растениями где только увижу вот череночек например вот здесь вот до оказалось ну вот они у меня подсохли там вот можно взять вот эту верхушечку возьму вот эту порсель молодую вот эту это все нарастет вот она из грунта уже идет полный горшок вот сколько дай ему емкость и все это зарастет вот сколько поросли вот все это я сейчас сниму и зачеренкую а здесь уже вот даже видно посмотрите молодой прирост и он уже с бутоном вот что значит цветок короткого дня световой день короткий и он формирует быстренько бутоны даже вот на таких невысоких вот череночки и уже прям прекрасно но я считаю что вот это очень хорошо укоренится вот такие у меня хризантемки как я буду черенковать я покажу вот такие у меня высокие есть хризантемы вот она наверное должна быть круглоголовая крупноголовая но я ее не вырезала вот какие-то растут по одному цветочку вот так вот достаточно крупненький вот если сравнивать с рукой а есть прям вот такие растут там много цветочков и на стебле больше нет нигде не поросли не бутонов то есть вот только верхней части меня вполне так устраивает вот эту вот этот сорт или purple ягуар или барка я приобретал у меня было два но вот похоже они между собой ну это точно не знаю как называется одно из двух названий вот я его уже несколько лет она у меня произрастает сидит в горшке вот так вот вот тут несколько горшочков еще сделала он всегда у меня зацветает именно в это время у невестки у моей день рождения 27 ноября и вот я всегда еды нарезаю букетик но это просто вот любительская как бы я их не размножаю там специально для букетов или еще для чего-то в это время я не выхожу на торговлю этот чисто для себя что у меня всю зиму цветут хризантемы в цветнике а вот это вот стоит крупноголовая белая вот она тоже пустила росточки и готова зацвести это ей невестки моей подарили в прошлом году на день рождения букет с хризантемой с белой крупноголовый и я взяла череночек оттуда и вот у меня тоже теперь заимело такое растение но это для души вот познакомила я вас со своими хризантемами а следующий ролик я буду снимать о черенковании хризантем